Всем привет-привет! Сегодня я хочу рассказать вам опять же о своих макияжках. Что это? Почему ты торчишь? У меня опять села моя камера. В общем, короче, у меня все как всегда. Я только соберусь снимать видео, я установлю все, я накрашусь. Я сегодня сделала такой вот осенний макияж тоже. У меня было вдохновение, потому что крашусь я очень редко. И камера решила сесть. Вот что плохо в такой камере, то что там не показывается заряд. Я просто даже иногда не понимаю, надолго хватит заряда, ненадолго хватит. Как бы там есть вот эта вот шкала такая, как бы заряд показывается, что он уходит. Но бывает, одна палочка, если остается, я с ней могу снять полноценное видео. Ну, какое-то короткое, да. Вы увидите вначале, я только успела приветствие снять. И как бы на этом все. Ну, дело, наверное, даже не в камере, а дело во мне, потому что я, наверное, не слежу, как нужно за этим. В общем, сама себе создаю проблемы. Вот такой вот я человек. Не могу я жить спокойно и нормально. Но не суть. Сегодня у нас видео про покупки. Еще хочу сказать по поводу посторонних звуков. У нас уже второй день, ремонтируют лифт. Я не знаю, что там происходит. В общем, честно, мне последнее время, я и до этого боялась кататься на лифте. А сейчас мне еще как-то стало боязней, потому что я каждый раз, каждый день слышу, как его ремонтируют. Я понимаю, что куча людей приезжает домой, особенно вечером. И он без конца работает. У меня было одно такое время, что я в шоке была из того, что лифт вот ездит и ездит и ездит. У него нет передышки. Понятное дело, как бы он будет выходить из строя. Но, блин, честно, мне страшно. Он часто почему-то стал ломаться. Летом, мне кажется, он не так часто ломался. В общем, я одно время ходила пешочком. Наверное, буду возобновлять это, потому что я боюсь застрять в лифте. Я не знаю, скажите, у вас есть такая проблема? Потому что я боюсь замкнутых помещений, поэтому я в лифте особо не фанат ездить. А еще плюс боязнь того, что ты можешь застрять еще в совокупности с замкнутым пространством. Короче, это вообще беда какая-то. Я еле-еле пересиливаю себя, чтобы ездить на нем. Я, когда захожу в лифт, я вообще думаю о чем-нибудь другом, стараюсь думать. Лифтер, мне кажется, это опасная какая-то профессия, работа. Мне страшно за того человека, который там его ремонтирует. Они же находятся под лифтом, по сути, под землей. В общем, короче, не знаю, там такие звуки происходят. Я на восьмом этаже, и я слышу то, как он вызывает лифт, попробовать его. А он стопорится, и там такой звук, как будто он упал, этот лифт. Я, честно, я просто в ужасе. В общем, что-то сегодня какое-то странное. Да, видео про покупки. Ну и давайте перейдем к покупкам. В общем, покупки были, опять же, косметические. Потому что уход как-то я уже приобрела себе. И дополнительно что-то я не покупаю. Я уже говорила о том, что меняла приоритеты, да, вот жизненные позиции какие-то. Если раньше я нагребала всего, да, про запасы. Я не говорю, что это плохо. У меня просто была такая тактика, я лучше куплю сейчас это, пока есть, да, финансы какие-то. Если потом у меня не будет финансов, а это могло быть, то, соответственно, мои запасы мне очень даже помогут. В теории, конечно, это кажется, наверное, все идеально. И мне на тот момент так и казалось. Но на практике это совершенно не так. Так, да, это хорошо отчасти. Один продукт заканчивается, вы не тратите, опять же, деньги на него. Вы достаете просто из запасов. И те деньги, которые накопились у вас сейчас, вы можете потратить на более дорогую какую-то вещь, да. Ну, на практике какие-то средства протухали. Что-то портилось, что-то уже не нравилось. К примеру, я там пользуюсь кремом под глаза, да, вот я пользовалась от чистой линии. Я его купила еще две пачки, да. И мне он потом уже не нравится. Я не хочу пользоваться им. Я... ну, не то, что не нравится, он мне поднадоел. Я просто хочу что-то попробовать другое. А не могу в силу того, что у меня еще лежит две пачки. Хоть я его и не открываю, но все равно продукт может храниться тоже определенное время в закрытом виде. Поэтому мне приходилось его использовать. Вот это минус еще. Минус то, что портятся продукты, опять же, не в зависимости от того, открыли вы его или нет. Короче, это такой геморрой был, девочки. Я так не советую. Я же говорю, это хорошо, конечно, иметь запасы какие-то. Но мы меняемся. У нас меняются взгляды, вкусы, впечатления, да. К примеру, я очень была впечатлена от той же помады какой-то. Она мне очень нравилась. Но сейчас она уже как бы и не актуальна, и в то же время вкусы поменялись, да. Как-то уже, может быть, даже и не хочется уже такими цветами пользоваться. Поэтому я делаю сейчас по-другому. Я покупаю только то, что мне необходимо. И у меня есть, в принципе, уходовые средства, которые у меня есть. И дополнительно что-то я не покупаю именно в глобальных каких-то размерах. Там, к примеру, 10 гелей для души, там 10 мыл, да, или еще чего-то. В общем, у меня такого нет. Но косметику я покупаю намного чаще, потому что я ею пользуюсь так же намного чаще, чем какими-то уходовыми средствами. Блин, это видео, наверное, опять затянется на 10 тысяч лет. Я прошу прощения и надеюсь, что вам нравится смотреть такие видео, в которых я больше болтаю. Ну и первое, что я хочу показать, это приобретение, я не знаю, как это сказать, туалетной воды, наверное. Что это? Это написано, это духи-спрей. Вот таких вот. Это фирма Диметер. Это фрагранс парфюмы какие-то. В общем, я первый раз видела вообще такие духи. Хотя, мне кажется, это туалетная вода. У меня с запахом брауни. Девочки, это такая штука, это такая вещь. То есть зайдите просто, вот вбейте в поисковике Диметер, даже русскими буквами, неважно. Зайдя на ихний сайт, там просто у них такое обширное количество этих запахов. В общем, мне понравились многие. И груша, и персики. Это именно такие сладкие, в общем, фруктовые какие-то ароматы. Мне кажется, они больше подходят на весну. Там есть на лето такие вот морские больше, там запах дождя, грозы. Короче, это такие прикольные запахи. Я их, ну, большую часть потестила. Что-то вот для меня такое новое было. Там даже запах есть зомби. В общем, это, конечно, что-то такое вот новое. И поэтому мне захотелось попробовать. Но я взяла, остановилась на запахе брауни, потому что, я уже упоминала, кстати, в видео про покупки Lush из The Body Shop, что на осень мне почему-то захотелось больше чего-то такого вот пряного. И в то же время, вот кокос, к примеру, да, от The Body Shop. Он такой немножко пряный, как будто вы булочку кокосовую кушаете. А здесь вот это печеньки брауни, как бы, в общем, что-то вот с выпечкой мне очень нравится использовать осенью. И этот запах, это просто что-то с чем-то. Ну, и начнем косметическую именно историю покупок. В общем, я уже говорила в видео First Impressions, да, и совместно покупки. Я говорила там, что я приобретала вот такую вот, ну, и показывала, в принципе, вот такой вот тональный крем, тональное средство. У меня там видео единичка. Вот это у меня троечка. И почему я сейчас, в принципе, показываю его, потому что я не могу его уже протестировать. Он будет очень сильно отличаться от моей кожи на шее, потому что это темный оттенок. И я его, в принципе, брала уже после лета. В общем, это промежуточный такой период был. Уже и лето как бы заканчивается, и осень вроде бы как начинается. В такое время именно вот я такая вот смуглая. Мне в ней нравится все. И текстура, и запах, и то, как она ложится. Я уже говорила, что она вот здесь вот не подчеркивает совершенно мои расширенные поры. Она их как-то сглаживает. Она все заполняет. В общем, суперская тональная основа. Я про нее очень много читала перед тем, как приобрести ее. Очень много тестила ее в... Я не помню, в Ривгош, по-моему, я ее брала. Да, в Ривгош. На меня там смотрели все как на дуру, потому что я ходила уже 300 тысяч лет и тестила, и ничего не покупала. Потому что я думала, нужно или нет. И боялась прогадать с оттенком, и боялась прогадать, потому что давно не пользовалась тональными основами, подойдет мне или нет, понравится мне или нет. Но не прогадала. И этому очень рада. Могу посоветовать. Там оттенки от 0 до 4 или до 5, я точно не помню. Так что найдете для себя подходящий оттенок однозначно. И также в паре я покупала вот такой вот CC-крем. Так как у меня мой заканчивается. Он еще у меня даже в старом таком немножко оформлении. Это я уже приобрела такое новое оформление. И, кстати, честно, они отличаются. Старая версия от новой отличаются, наверное, именно консистенцией. Я его еще не тестила, не пробовала. Но вот консистенция у старого немножко погуще. Не знаю, как будет на лице. Попробую. Я все равно, в принципе, смешиваю немножко. Ну, не с этим, а с единичкой, с тональным средством. Я пока сейчас немножко смешиваю их. Но зимой, наверное, буду одним сисиком пользоваться. Потому что он мне прошлую зиму очень даже подходил. Так, ну я смотрю, что эта камера тоже у меня начинает садиться. В общем, давайте продолжим. Я приобрела вот такую вот, как это называется, 8 в 1, здоровые ногти, формула восстановления. 8 проблем, одно решение от Эвелин. Коробки у меня нет, потому что я коробку давала своему парню. Он покупал такое средство маме. И мы отправляли, в общем, посылку на Украину. В целом, я довольна этим средством. Это такое же средство, как вот от Нейл Лук. У меня было такое вот для ухода за ногтями тоже. И немножко вот такой вот придает белесость ногтям, да, ухоженность такую ногтям. Но, честно, вот это средство от Эвелин мне понравилось больше, чем от Нейл Лук и от Сали Хэнсон. Вот как-то я его полюбила больше. Поэтому, как вы видите, да, я им пользуюсь интенсивно после покупки. Он очень стойкий. Его наносишь на ногти. И без какого-то даже верхнего покрытия, там, с цветным лаком, он держится у меня неделю где-то. Вот так. За счет этого он экономичен получается. Но в то же время, я вам хочу сказать, я очень часто его использую. Я могу, к примеру, да, там, смотрю, у меня уже не такой свежий маникюр. Я могу стереть и заново его нанести. В общем, вплоть до таких манипуляций, до такого использования у меня доходит. Так, ну и есть у меня тушь. Тушь я эту приобретала недавно. Это у меня тушь от фирмы Люксаж. XXL. Супер объем. Эффект накладных ресниц. Здесь у меня больше ничего не написано, в принципе. 9 грамм. Просто тушь для ресниц. В общем, это белорусская косметика. Я ее приобрела недавно буквально. Я очень рада, что в тот отдел, в который я подошла, с белорусской косметикой, там была такая девушка-консультант, очень хорошая, даже такая женщина уже, но такая ухоженная, красивая. И я у нее просто спросила, что вы можете посоветовать из туши. Я даже не смотрела ни на цены, ни на названия. Я говорю просто, что вы можете посоветовать и чем вы сами пользуетесь. Вот она мне посоветовала несколько вариантов и очень рекомендовала вот эту тушь от Люксаж, которая XXL. Она вот в таком вот оформлении, черно-красная. Не скажу точно ее цену, но она идет с вот такой вот кисточкой. Немножко такая вот. Она силиконовая кисточка. И кисть, вот видите, она вот такой вот формы именно. Девочки, я от нее в восторге. От дождя она никак не размокает, не плывет. Но она, тем не менее, и не стойкая. В общем, короче, тушь, находка. Пока я, в принципе, ею довольна. Дальше где-нибудь во влоге я обязательно буду упоминать. Может быть, в разочарованиях каких-то упомяну, либо в фаворитах. Но пока она мне очень нравится. Девочки, присмотритесь. И знаю, что она там недорого стоит. В принципе, можно обратить на нее внимание. Так, ну и остались средства для губ. И хочу вам показать свои находки. Ну, начну, наверное, с не находки. Я просто повторила, продублировала блеск для губ от Reluie, который называется Fashion Gloss. Блеск для губ с зеркальным эффектом. У меня это тон 10, Соблазн Бали. Я его уже приобретала. И это такой вот, знаете... Он, кстати, у меня сейчас на губах. Я его сейчас обновлю. Он зеркальный идет. И такой вот... Немножко выбеливает губы. Совсем чуть-чуть. И придает им какую-то немножко вот розовинку. Мне кажется, да, губки такие сочные, ухоженные с ним становятся. Не знаю, мне очень нравится этот блеск. Я его могу очень даже советовать. Он немножко липковат. Но за счет этого он как-то лежит очень аккуратно на губах. Именно за счет этого. Мне кажется, если бы он был более масляной текстуры, да, более с таким вот уходом каким-то, уходовым маслом, он, мне кажется, растекался бы вот именно дальше губ. А так он не растекается. Он очень приятный на губах. Он для меня просто как бальзам. Поэтому я его и повторила, потому что я пользовалась им прошлую зиму. Я в восторге от него была. И вот повторила перед этой зимой, потому что я однозначно буду им пользоваться. Так, ну и еще одна покупка. Тоже под влиянием YouTube, в принципе. Хотя я смотрела на эти блески уже давно, но как-то у меня было сомнение. Покупать, не покупать, нужно, не нужно. В общем, я, в принципе, пока еще в затесте, но могу уже посоветовать. Если вы любите бальзамы больше, если вы любите тоже вот такие вот более такие бесцветные блески, то могу вам посоветовать еще блески вот такие вот от Ева Мозаик, Либалм. Это у нас блеск-бальзам. В общем, восстанавливающий и ухаживающий бальзам для губ. Экстракт черешни, сафроновое масло. Этот бальзамчик идет в таком прикольном тюбике с вот такой вот пипочкой, в общем, с таким спонжиком. Я в восторге от его запаха. Я в восторге от того, что он идет как вот бальзам. И он немножко такой вот тоже полупрозрачный. Он прозрачнее на губах смотрится, чем вот этот блеск. Но у него хорошие ухаживающие свойства. Его просто вот держать в сумке, это самое то. Потому что его можно обновить даже без зеркала на улице где-то. Его можно обновить в любом месте, в любое время, тем самым защитить свои губы от воздействия окружающей среды. И вот пересыхание. В общем, я в восторге от этого блеска бальзама. Я им, когда приобрела его, пользовалась целый день, и мои губы ни разу не пересохли, не пошелушились. Я знаю, есть бальзамы такие у Катрис, я знаю, есть такие у Клоранс. А еще какие-то фирмы, я точно не помню, имеют такие вот похожие тюбики с похожими бальзамами. Почему я купила именно этот от Ева Мозаик? Он тоже стоил, кстати, недешево. Я считаю, для такой фирмы, мне кажется, 300 рублей как-то для такого бальзама не очень дешево. Здесь, кстати, 12 мл. Допустим, сравнить. Мое любимое масло от Невея, оно стоит максимум 200 рублей, грубо говоря, но там 20 мл, ну 20 грамм, здесь 12 мл и 300 рублей. В общем, я считаю, это дороговато. Но все равно, хотелось попробовать. Я хотела приобрести от Катрис, но почему-то тестеры там какие-то замузюканные, замызганные были, и как-то его распробовать мне особо даже и не довелось. Как-то мне показалось, что он не очень какой-то, ну как водичка какая-то или что-то. В общем, не знаю, у меня впечатлений никаких не вызвал он. Но вот этот я приобрела от Ева Мозаик не потому, что на тестере вот было что-то вот лучшее. Нет, я увидела у Катрины Берри, опять же, мой любимый блогер. Ей в коробочке какой-то недавний там, она распаковывала коробочку, видео было. И она показала просто вот этот вот бальзам, у нее в оранжевой такой тубе, и она сказала, что он лучше, чем Клоранс. Они в принципе оба хороши, но Клоранс липковатый. Я давно хотела попробовать именно Клоранс, вот в таких вот штучках. Но когда она сказала, что Клоранс липковатый, а его мозаик вообще прям именно как бальзам, я пошла просто и купила. Ну и моя любовь, моя любовь просто на, я не знаю, на сколько времен и веков, наверное, пока не пройдет мода. В общем, я нашла вот такую вот матовую помаду. Это фирма, сейчас скажу, Belor Decision. В общем, мат Кутюр. Оттенок у меня 51. Это такой вот темно-темно-красный. И девочки, он действительно офигенный. Я делала с ним фотографии, но камера не передает его настолько, насколько действительно он есть на самом деле. У меня, кстати, она была на губах видео про покупку телефона. Там я была с этой помадой. Вы можете просто посмотреть. Освещение, конечно, там не очень хорошее, но вы можете просто посмотреть, как это выглядит приблизительно хотя бы. Я сделаю, конечно, сейчас сводч. Мне не жалко. Но на губах это выглядит, конечно, совсем по-другому. В плане того, что мне казалось, что будет такой эффект немножко как у Bourjois. Они не прям вот матовые. Они просто вот как такие шелковистые. Но не совсем матовые выглядят губы. Но с вот этой помадой это вот просто что-то с чем-то. Вот камера, я вижу, она передает ее такую вот немножко розоватую, что ли. Но она не розовая. Она вот именно такой глубокий красный, но в то же время и не темный, и не светлый красный. Вот именно такой, как я хотела. Советую, присмотритесь. Там очень много оттенков. Фуксия, оранжевые, светло-оранжевые, светло-розовые, кукольные прям. Потом есть коричневый. И вот этот темно-красный. Я еще хочу какой-нибудь оттенок. Я присматриваю там себе оранжевый, но как-то боюсь немножко его приобретать, потому что мне кажется, он может немножко желтить зубы. Потому что тестеров у них нет. Мне просто как бы на бумажечке повозюкали там немножко. А на бумажке особо-то ничего ты не поймешь, правильно? Это просто теперь моя любовь. И я ею очень часто сейчас пользуюсь. Ну вот и все мои покупки на сегодня. Надеюсь, для вас было полезно это видео. Надеюсь, я помогла вам в выборе той или иной покупки. Либо, может быть, уберегла наоборот. Может быть, что-то вам наоборот из моих рассказов не понравилось. В общем, в любом случае, спасибо вам за внимание. В любом случае, я рада, что мы с вами собираемся периодически и общаемся. Я вообще просто очень вам рада. Поэтому увидимся в следующем видео. И всем спасибо за внимание. Целую и обнимаю, как всегда. Пока-пока.